Радиозвезда 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 Затем внезапно бросился к стене и принялся биться о нее головой с такой силой, что нам вдвоем еле удалось оттащить его на середину комнаты. Шерлок Холмс усадил его в кресло и стал говорить с ним свойственным ему ласковым ободряющим тоном. — Вы, вероятно, пришли рассказать мне, что с вами случилось, и просить совета, не правда ли? — сказал он. — Вы устали, потому что очень торопились. Пожалуйста, успокойтесь, а потом я буду очень рад выслушать вас. Незнакомец сидел несколько времени молча, видимо, стараясь овладеть собой. Грудь его тяжело вздымалась. Наконец он провел платком по лицу, крепко сжал губы и обернулся к нам. — Вы, конечно, считаете меня сумасшедшим, — спросил он. — Я вижу, что вы сильно взволнованы, что у вас большое горе, — ответил Холмс. — Да, горе. Страшное, неожиданное горе, от которого можно с ума сойти. Я мог бы перенести позор, если бы это касалось моего положения в обществе, хотя я человек незапятнанной репутацией. В частной жизни каждого человека могут быть такие огорчения, но то и другое вместе. Это потрясло всю мою душу. К тому же пострадаю не я один. — Если нельзя будет найти выхода из этого ужасного дела, пострадают самые высокопоставленные личности страны. — Пожалуйста, успокойтесь, сэр, — сказал Холмс. — И скажите мне, кто вы и что случилось с вами? — Вам, вероятно, приходилось слышать мою фамилию, — ответил наш посетитель. — Я Александр Гольдер, один из владельцев банкирского дома Гольдер и Стивенсон на улице Трэднидль. Фамилия эта была действительно известна нам. Гольдеру и Стивенсону принадлежало второе по своим размерам частное банковское предприятие в Сити. — Что же могло случиться с одним из самых выдающихся граждан Лондона? Что довело его до такого печального состояния? Мы с нетерпением ожидали его рассказа. Он сделал над собой усилие и заговорил. — Я чувствую, что нельзя терять ни минуты, — сказал он. — Поэтому я и бросился сюда, как только полицейский инспектор посоветовал мне обратиться к вам. Я приехал на Бейкер-стрит под земкой и пошел пешком, так как Кэбэ ездит по снегу очень медленно. От того-то я так запыхался, так как вообще не привык много ходить. Теперь мне лучше я расскажу вам все, насколько, возможно, коротко и ясно. Конечно, вам хорошо известно, что успешное ведение банковских операций зависит не только от выгодного помещения капиталов, но и от увеличения числа вкладчиков. Одной из самых выгодных операций является выдача с суд под верное обеспечение. В последние годы эта отрасль нашего дела сильно развелась. И мы давали ссуды многим знатным людям под залог картин, библиотек и серебра. Вчера утром, когда я по обыкновению сидел у себя в конторе, клерк подал мне визитную карточку. Я изумился, когда прочитал стоявшее на ней имя. Это был никто иной, как, но, пожалуй, даже вам не назову его, скажу только, что это личность, известная всему миру, представитель одной из известнейших, благороднейших фамилий Англии. Я был поражен оказанной мне честью и хотел выразить это, когда вошел посетитель, но он сразу приступил к делу с видом человека, желающего поскорее отделаться от неприятной обязанности. «Мистер Гольдер», — сказал он, — «мне сказали, что вы выдаёте ссуды». «Под хорошее обеспечение», — ответил я. «Мне необходимо немедленно иметь пятьдесят тысяч фунтов», — сказал он. «Конечно, я мог бы занять такую пустяшную сумму у любого из моих друзей, но я предпочитаю устроить дело сам. Вы понимаете, что в моём положении не следует обязываться кому бы то ни было». «Позвольте узнать, на какой срок вам нужна эта сумма?» — спросил я. «В следующий понедельник я должен получить большую сумму денег, и тогда, конечно, отдав вам всю суду с процентами, которые вы назначите». «Но мне необходимо получить эти деньги сейчас». «Я был бы счастлив выдать вам без дальнейших разговоров эти пятьдесят тысяч фунтов из моих личных денег», — сказал я, «если бы это не было несколько затруднительно для меня. Если же сумма будет выдана от имени фирмы, то даже по отношению к вам я должен соблюсти все установленные у нас правила». «Так, пожалуй, и лучше будет», — проговорил он, подымая чёрный кожаный футляр со стула, куда он положил его при входе. «Вам, вероятно, приходилось слышать о бериловой короне». «Это одно из драгоценнейших сокровищ Англии», — сказал я. «Совершенно верно». Он открыл футляр. «Но мягком в розовом бархате покоилась великолепная корона». «Тут тридцать девять громадных берилов», — продолжал он, — «а золотая оправа не имеет цены. По самой дешёвой оценке эта вещь стоит вдвое более той суммы, которую я спрашиваю. Я готов оставить вам её в залог». Я взял в руки футляр с драгоценной короной и в смущении смотрел то на неё, то на моего знатного клиента. «Вы сомневаетесь в её стоимости?» — спросил он. «Нисколько. Я только сомневаюсь, в том, могу ли я оставить её вам. Можете успокоиться. Я бы и не подумал сделать это, если бы не был вполне уверен, что могу взять её обратно через четыре дня. Это простая формальность. Итак, залог достаточен?» «С избытком». «Вы понимаете, мистер Гольдер, что я даю вам серьёзное доказательство доверия, так как много слышал о вас. Я надеюсь, что вы не только не станете рассказывать об этом деле, но и возвратите корону в полной сохранности. Мне нечего говорить вам, какой выйдет скандал, если что-нибудь приключится с этой вещью. Всякое повреждение имеет почти то же значение, что пропажа, так как во всём мире нет подобных берилов, и их нельзя будет заменить. Но я спокойно оставляю вам корону и зайду за ней сам в понедельник утром». Видя, что мой клиент очень торопится, я позвал кассира и велел ему выдать пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Когда я остался один и взглянул на лежавший передо мною кожаный футляр, меня охватило невольное чувство смущения при мысли о принятой на себя ответственности. Как бы то ни было, это достояние нации, и в случае какого-либо несчастья произойдёт страшный скандал. Я и сожалел, что согласился принять такой залог. Однако дело нельзя было уже поправить, и потому я запер драгоценный футляр в железный шкаф и принялся за работу. Наступил вечер. Я подумал, что неблагоразумно оставлять в конторе такую драгоценную вещь. В банках часто бывают кражи со взломом, а в каком ужасном положении очутился бы я в подобном случае. Поэтому я решил, что буду брать с собой футляр домой и привозить его обратно в течение нескольких дней так, чтобы он всегда был при мне. Я позвал извозчика, поехал к себе в Стритгэм и вздохнул свободно только тогда, когда принёс корону к себе наверх и запер её в бюро. Теперь расскажу вам о моих домашних, мистер Холмс, для того, чтобы вы могли составить себе ясное понятие обо всех окружающих меня. Грум и Лакей спят вне дома, так что о них и говорить нечего. У меня три горничные, которые живут в доме много лет. Девушки честные, стоящие выше всяких подозрений. Люси Парр поступила недавно, но у неё отличный аттестат, и я ею доволен. Она очень хороша собой, и у неё много поклонников, которые торчат вокруг дома. За исключением этого недостатка, мы считаем её очень хорошей девушкой. Такова моя прислуга. Семья же моя, такая маленькая, что описать её недолго. Я вдовец. У меня единственный сын – Артур. Он страшно огорчает меня, мистер Холмс. Не сомневаюсь, что во всём виноват я сам. Говорят, я избаловал его. Весьма вероятно, что это правда. Когда умерла моя дорогая жена, я перенёс всю свою любовь на этого мальчика. Мне хотелось, чтобы улыбка никогда не сходила с его лица. Я исполнял все его желания. Может быть, для нас обоих было бы лучше, если бы я строже относился к нему. Но во всяком случае я поступал так, желая ему добра. Весьма естественно, что мне хотелось, чтобы он унаследовал моё дело. Но у него не было ни малейшего желания заниматься им. Он человек необузданный, упрямый, и, откровенно говоря, я не могу доверять ему больших денег. Он сделался членом аристократического клуба. Благодаря своим очаровательным манерам он скоро близко сошёлся с богатыми людьми, привыкшими широко жить. Он стал вести азартную игру, тратить деньги на скачках и часто приходил ко мне просить денег в счёт получаемого им от меня содержания. Он много раз пытался бросить эту опасную компанию, но всякий раз влияние его друга, сэра Джорджа Бернвеля, удерживало его от этого намерения. Я нисколько не удивляюсь тому, что такой человек, как Джордж Бернвель, имел влияние на Артура. Сын часто приводил его к нам, и я сам не мог устоять против его обаяния. Он старше Артура, вполне светский человек, много путешествовавший, много видевший, блестящий собеседник и очень красивый мужчина. Когда я разбираю его хладнокровно, не поддаваясь чарам его присутствия, припоминаю его циничные речи и выражения, появляющиеся иногда в его глазах, я чувствую, что этому человеку нельзя доверяться. То же самое думает и моя маленькая Мэри, умеющая определять характеры с инстинктом женщины. «Теперь остается описать только ее. Она моя племянница, но пять лет тому назад, когда умер мой брат, я удочерил ее. Это луч солнца в моем доме. Милая, любящая, прекрасная, чудесная хозяйка, нежная, спокойная девушка. Она моя правая рука. А я не знаю, что бы я делал без нее. Только в одном она идет против моего желания. Артур два раза делал ей предложение. Он горячо любит ее. И оба раза она отказала ему. Я думаю, она одна могла бы воротить его на путь истинный. Этот брак совершенно изменил бы его жизнь. Теперь это, увы, уже слишком поздно. Итак, я рассказал вам про всех моих домашних, мистер Холмс, и буду продолжать мою грустную историю. Вечером, когда мы пили после обеда кофе, я рассказал Артуру и Мэри о странном случае и драгоценной короне, которую привез домой. Я не назвал только имени моего знатного клиента. Я знаю, наверное, что Люси Пар, подав кофе, ушла из комнаты, но не могу поручиться, была ли заперта дверь. — Мой рассказ очень заинтересовал Мэри и Артура. Им захотелось взглянуть на знаменитую корону, но я решил лучше не трогать ее. — Куда вы ее положили? — спросил Артур. — В бюро. — Надеюсь, что воры не проберутся ночью в дом, — сказал Артур. — Бюро заперто, — ответил я. — О, всякий старый ключ подойдет к этому замку. Когда я был маленьким, я открывал бюро ключом от буфета. Он часто говорил всякий вздор, и потому я не обратил внимания на его слова. Вечером он вошел ко мне в комнату с очень серьезным лицом. — Папа, — проговорил он, опуская глаза, — не можете ли вы дать мне двести фунтов? — Нет, не могу, — резко ответил я. — Я и так давал тебе слишком много денег. — Вы были очень добры ко мне, — сказал он. — Но мне необходимы эти деньги, иначе я не могу показаться в клубе. — И отлично, — крикнул я. — Да, но не думаю, чтобы вам было приятно, если я выйду оттуда обесчащенным, — сказал он. — Я не вынесу позора. Мне нужно достать эти деньги во что бы то ни стало. Не дадите вы, придется употребить другие средства. Я был страшно сердит. В третий раз в этом месяце он обращался ко мне за деньгами. — Не видать тебе от меня ни единого фартинга! — крикнул я. Он поклонился и молча вышел из комнаты. Когда он ушел, я открыл бюро, убедился, что корона на месте, и снова запер на замок. Потом я обошел весь дом, чтобы убедиться, все ли двери заперты. Обыкновенно это делает Мэри, но в эту ночь я решил исполнить сам эту обязанность. Спускаясь с лестницы, я увидел Мэри у бокового окна передней. Когда я подошел к ней, она закрыла ставни и окно. — Скажите, папа, — проговорила она несколько смущенно, — вы отпустили на сегодня Люси? — Конечно, нет. Она только что вернулась домой. Я не сомневаюсь в том, что она выходила только поболтать с кем-нибудь за воротами, но во всяком случае это не годится. — Поговори с ней об этом завтра утром, или я сам поговорю, если желаешь. — Ну что, все везде заперто? — Да, папа. — Спокойной ночи. Я поцеловал ее, пошел в спальню и вскоре уснул. — Я стараюсь рассказать вам все, что имеет отношение к делу. Пожалуйста, мистер Холмс, предлагайте мне вопросы, если я говорю недостаточно ясно. — Напротив, ваши показания отличаются замечательной ясностью. — Я перехожу к той части моего рассказа, которая требует особой точности. — Я вообще сплю довольно чутко. А в эту ночь мой сон был тревожнее обыкновенного. Около двух часов меня разбудил какой-то шум. Он затих раньше, чем я вполне очнулся, но мне показалось, будто где-то тихо закрылось окно. Я насторожился. Вдруг я с ужасом услышал в соседней комнате чьи-то тихие шаги. Я встал с кровати, дрожа от страха, и заглянул в свою уборную. — Артур, — скрикнул я, — негодяй, вор, как ты смеешь трогать эту корону? При свете газового рожка я увидел моего несчастного мальчика. Он был в рубашке и брюках и держал в руке корону. Он, казалось, сгибал или выпрямлял ее изо всех сил. При моем воскресании он уронил ее и побледнел, как смерть. Я поднял корону и осмотрел ее. Не хватало одного угла с тремя беррилами. — Негодяй! — вскричал я вне себя от бешенства. — Ты испортил ее! Ты опозорил меня навеки! Где беррилы, которые ты украл? — Украл! — вскрикнул он. — Да, украл! — Вор! — продолжал кричать я, тряся его за плечи. — Камни все тут! Не может быть, чтобы не хватало, — возразил Артур. — Не хватает трех, и ты знаешь, где они. Вор! И к тому же лжец! Разве я не видел, как ты ломал корону? — Довольно руганье проговорил он. — Я не намерен доли терпеть и не скажу ни слова. Утром я покину ваш дом и буду жить самостоятельно. — Я отдам тебя в руки полиции! — кричал я, не помня себя от горя и бешенства. — Я потребую, чтобы это дело было расследовано. — Вы ничего от меня не узнаете, — отвечал он со страстью, которой я не ожидал от него. — Если позовете полицию, пусть ищет! Мой крик поднял на ноги всех в доме. Первой в комнату вбежала Мэри. При виде лица Артура и короны у меня в руках, она сразу догадалась, в чем дело, громко вскрикнула и упала без чувств. Я послал за полицией и объяснил все. Когда инспекторы и констебли вошли в дом, Артур, стоявшись с упрямым видом, сложив на груди руки, спросил меня, намерен ли я обвинить его в краже. Я ответил ему, что теперь это уже не частное, а общественное дело, так как испорченная корона — достояние нации, и потому я предоставляю закону вступить в свои права. — По крайней мере, не допустите, чтобы меня арестовали немедленно, — сказал он. — И вам, и мне будет лучше, если бы я мог на пять минут выйти из дома. — Чтобы убежать или спрятать украденное, — возразил я. Сознание ужасного положения, в котором я очутился, охватило меня с новой силой. Я умолял его припомнить, что дело идет не только о моей чести, но и о чести личности, стоящей гораздо выше меня. Подобного рода скандал может вызвать взрыв народного негодования. Но можно еще предупредить несчастье, если только он сознается, куда девались недостающие три камня. — Все равно ты попался на месте преступления, — говорил я. — Признание не ухудшит дело. Если ты скажешь, где находятся берилы, все будет прощено и забыто. — Прощайте тех, которые нуждаются в прощении, — отворачиваясь от меня, насмешливо ответил Артур. Я увидел, что никакие слова не могут повлиять на него. Делать было нечего. Я позвал полицейского и инспектора и велел арестовать моего сына. Немедленно обыскали и его самого, и его комнату, и все места в доме, куда он мог спрятать берилы, но нигде не оказалось и следа их, а мой несчастный сын молчал в ответ на все наши уговоры и угрозы. Сегодня утром его отвезли в тюрьму, а я, выполнив все формальности, бросился к вам, чтобы молить вас помочь в раскрытии тайны. В полиции открыто сознаются, что ничего не понимают в этом деле. Не стесняйтесь никакими расходами. Я уже объявил, что даю тысячу фунтов награды. Боже мой, что я буду делать? В одну ночь я потерял честь берилы и сына. О, что делать мне? Он схватился обеими руками за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону, бормоча что-то словно ребенок, горе которого слишком велико для того, чтобы выразить его словами. Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Берилловая корона» Радиозвезда